Да за что ты мне? Ты мне на что подписываешь? Культиватор 800 тысяч стоит. Ну я прямо в мою статус подошел, я открыл. Ну, что такой грязный? Какой же чистый? Не похоже, как ел. Что ты врешь? Ну что, товарищи, всем доброе утро. Двадцать девятые августа. День недели, среда, в Роженеевке, едем дисковать. Но сегодня работают все. Сегодня начальник отправляет комбайны молотить пять штук. Работаем мы, значит, сегодня немножко в другом составе. У нас вместо Алексея Серега Фоня на ТСПК-09, потому что Серега комбайнер на ТСПК-1500 отпросился, и вместо него Леха пошел на ТСПК-1500. Мишка, который подменял меня, мой сосед, он на Олеговом МТЗ-2022 поедет культивировать горох. Ужасный горох культивируется. Такие вот шапки. Кто смотрел четвертый сезон, помнит, как я на горохе культивировал под все фазимы. Также мучился вот такие шапки на стойках, здоровенные наматывались с сухого гороха. Он также идет по дисковке, как и мы. Но мы продолжаем тоже дисковать по гороху. На базе у нас полная движуха. Там уже сортируют вчерашний рапс. Сортируют уже и большим сортировальным комплексом Альфа И-50, и ОВС-25. Все-таки ОВС-25 хоть старенький, хоть примитивный вроде сортировка, но отбивает лучше. Но производительность в ней, конечно, маленькая. Поэтому первый раз у нее сортируют Альфой, потом сортируют ОВС-кой. У нас мой, наверное, там... Ну, масс, смотрю, мы брали, но если он и будет участвовать, то вот так. Может быть, за год зерно отвезет. Рапс может быть еще на таку поработает. Ладно, я пошел заправляться. Но, как я и говорил, горох культивируется охрененно. Пойдем за водой сходим в колодец. Врадик, точнее. Серега! Тебе надо воду? Воду надо? Давай, я встану. Пойдем. Все, погнали. Пойдем за водой сходим в колодец. А мы сейчас, кстати, поедем сюда, вот на это поле дисковать. По второму разу. А вот здесь вот. Вот здесь столбик. Через асфальт, в общем, который я проходил. Так я ее называю полевого рудника. Примерно 30 гектаров. А потом поедем к водопорной башне. В Смолеевку. За старым колхозом. Кстати, для тех, кто давно смотрит канал, для тех, кто сидит в группе, знайте, что демотиватор с моим геной, старым, зеленым, 150, делался вот на этом месте. Именно тот демотиватор, на котором написано. Это 12 вперед и 4 назад. Как раз я в родник ходил, инстаграфировал 650, ну и потом получился, собственно, этот демотиватор. При креативной идее моего админа в группе ВКонтакте Витя Гончарова. ВКонтакте Витя Гончарова. ВКонтакте Витя Гончарова Что я могу сказать по данному полю, ребята? Загонку я отрезал, расширили достаточно широко. Сейчас выбиваем глин, который получился, ну, за счет диагонали, которую я взял вдоль дороги. Как раз, которая ведет в Орженеевку, на Смолеевку. Поле достаточно изрядно заросло сорняком. Несмотря на то, что дождей я особо не наблюдалась, но не были. Ну и время с первой дисковки прошло достаточно много уже. Горох мы собирали где-то в середине августа. Так что, наверное, более двух недель. Нет, мне кажется, более двух недель уже прошло, с момента здесь производили первое дискование. А как в целом, все нормально. Пыли, конечно, хватает. Но благо она боковая. И нас особо не докучает. Надеюсь, у ребят тоже, которые работают не особо герметично в кабинах. И бескондиционер, естественно. А на сегодня передали 30 градусов тепла, тени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поле общественного представляет треугольник. Есть и дядь Сереж, который будет монтировать видео. И Полея из зоопокажет его. Со спутник из карты, как она выглядит. Собственно, здесь остается такой плачок маленький. И вот, сейчас выкрустки остается. Особенно ничего примечательного не было. Есть все то, что пыль, зараза. А конкретнее ветер. Пыль, ладно, ветер поменялся в направлении. И как у нас лод. Дует нам вслед. Ну, в одном направлении. Сейчас так, что он не дует нам вслед. Он как раз в пить подвозь будет назад. То есть, до этого я ехал. Как раз вот у меня... Все видимость у меня, кажется, скрывает. На капоте пыль достаточно много встал налить. Жирный такой. Мясистый. Что-то ромка встал. Не знаю, что там стоит. Но он звонил. Просил подъехать к нему. Из-за этого у него остается уже Серега. Что подъедем, все равно едем. Мясистый. Ой, блядь. Что, масло влупило, что ли? Масло влупило. Хорошо, ебальник не ушел. Ну, я прямо мой скакфон. Подошел и я... Крышку только открыл, она как ебалу. Мне крышка была открыта. Я прямо его завел и сюда послепил. Скажу, смотри, она как ебалу. Текет, не текет, она нахуярил. Я не пойму, откуда найдет. А, прибор что ли? Да, еб, захуярил. Вижу, блядь. Его облупило нахер. А ты что, просто сною сольчером? У меня мост сырой. Я что, в масло пахнулся? А, гарь, короче, да? Да. Я там, что-то, я подраку, руку я от мост. Смотрю сюда, ревком идет. Я его заглушил, подтянулся. Ну, прям завожу, подхожу сюда. Ну, Ром, ну мы здесь уже ничего не сделаем. Ну, уже новый вертыш нахер. Заглушить может он, а чем-то в заглушить? Не заглушить, на той же вставку ходит. Да, в рот, можно. В долгник или, да, слава? И на том, пол там подкованно. Слушай, можешь попробовать меня поискать? Ничего такое было, попадалось это на вид. Заглушка такая. Радность, спасибо тебе, тоже. Не забьет. Ну, не давно, чем в долг. Сейчас, не болит? Да, что? Ты возьми у меня пасту, отмыться. Или что, поем, поищем, я, френ, да, тебя ячика высыплю. Да, да, я высыплю. Кого? Нет. Ну, дядь, ты что, нельзя выкрутить? Ты можешь, почему, выкрутить? Да, попробуй выкрутить. Сейчас я свой ячик принесу, его высыплю. Блин, у Ромки все лицо грязное. Ты мне позвонил до или после, Ромка? Уже когда тебя обрызгало? Вот он, Ромка. Ну, поедешь, ну, сразу надо что-то завтра делать, я, блин, без прибора тоже хренов есть. Выкрутит эту хуйню нам, дай ему от трубка ставить, арестская, где он слов брал, как он ебчет. Удвинитель. Да, вот что-то что-то на колхожем много всего. Внутренний, такой, блин. Тут все, переходник, у меня проще, я себе делал. Я же себе тоже переделал, и с такой же хреней переделал. У тебя, Ромка, точно, ты масла уже не посмотришь, блин, хмх. Я горе, блин, сейчас такую виду. Чего? Пятак варил появилась. Ты щуп-то разверни. Ну, еще в Льване. Чтобы уверен, уж быть. Чего, риба сорвана или что? А, ты закручиваешь. Хорош, Ромблин, оставляй. Сколько там текет, блин? Где? Под трактором ты еще, блин. Это сапуна, наверное, вы видите, как это сапуна, я с этого, блядь. Я не здесь, блин. Сапуна льет, сапуна льет, блядь. Я не здесь, блин. Она протекать не успевает, сапуна вытекает. Больше половины уже показывает. Конечно, хорош. А он тебе еще и так не стекла теперь поля. Ты сильнее, накруйся, а там резьбу садать. Понишь. Сейчас мы разбежимся, подожди. Да не, мы с бачку посмотрим. Ты только это, на холостых оборотах. Да особо не давая газу, говорю. Потом уже будем испытывать на полных оборотах. Да. Да ты услышишь, когда болт высыл, он в боковинку ел. Щелчок будет. Блин, у меня трикошетил по себе. Это они мне посоветуют. Это они мне посоветуют. Это двое, говорит. Что ли она еще там стекает? Сейчас блок не поймет, что ли оттуда. Он протеркнул. Вон пылью, блядь. Серег, мосмутность ее. Да вроде так не видно, Серег. Где за кровава? Что это глушит-то его? Пускай ресурсы продлевает трактору. И солярка экономит колхозную. И экономит, блядь. Чего, индеец? Чуть-чуть потом поедешь, поглядишь. Поверни лицо, Роб, какой-то красивый, блядь. Запечатлите на память. Потомки будут, какой-то ухо. Ага, аморт-то видел свое? Вытерсь ты. А ты бы смотрел на свой аморт, когда нам все горит еще тут. Блин, меди раз. У меня один раз культиватор-шланг. Прикинь, как охерачил. Серег, я даже с Ивановичем домой не поехал. Женьку позвонил дружбану. Он за мной приезжал. У меня, это, вкладыш провернуло. И я в дороге культиватор отцеплял. Он под давлением был. Как я открутил. Как он дал фонтан. Вот, короче, вот снизу и вот доверху, короче. Пока Роман без прибора поработает. Ну, а больше мы сейчас ничего не сделаем в поле. Что бежишь? Куда? В речку пойдешь? За кофе, ты там утонешь. Ты утонешь? Почему? У меня здесь красота сгорит. Ничего не этого. Вот тут тебе есть армасло, вот. Он ее прям вышел на хазан. Ебанул. Я из спирал даже не помню, что это такое есть. Понятное дело, не поймешь. Вон, майк, смотри, мое. Делай. А, тебе все залило тоже? Вон, бачки, погляди. КП-10, да. Ты на пол закинул? А? На пол что закинул ее где? А куда ее, блядь? Повесить там по шее? Ты постирать что планируешь? А? Ты постирать планируешь? Ну, не знаю. Можно заодно переотносить. А, слушай, ну она тебе модная. С эффектом таких пятен маслянистых. А ты говоришь, что это это... Принт. Принт такой. Да, вот такой. Принт такой, да. Крот, да? Рваные джинсы. Майк с принтом. Поехали, добивайся. Время потратили, но куда мы Ромб бросим? Он же наш напарник. 11 минут пятого, ребят. Добили поле. Время потратили. Время потратили. Продолжение следует... Наша жизнь Можно тоже по пути базар-вокзал Свидим глаза Слепил полдень А ты вопрос за вопросом лепишь Я чё тебе отвечать должен Не нагнетай, не то покалечу Твой характер карусельный Жаль, уже не изменить Но прощенье мне первым Мне сроки порой просить Помолчишь, но будь мудрее Спать ложись и свет гаси Утро, ночь и мудренее Святый Господи, спаси Пусть позабыл я ту мечту детскую Но бывает ворчу и сядую Но если тронет кто Девчонку соседскую Лишь на ножичках Тиним по беседую Субтитры подогнал «Симон» Ну что, товарищи, более 40 гектаров Вот у поднопорной башни Между Смолеевкой и Сухаревом Одно село Я при Смолеевке А второе Сухарево Деревья-станция шелесторожная Тоже, в принципе, так подзарасло Дискуются хорошо Были много Но благо она идет в бок Кстати, самое прикольное К нам приехал Мишанин МТЗ-22 с культиватором Видать, что 130 он закончил Тоже-таки был горох И, в принципе, это последнее поле, которое нам предстоит Повторно дисковать Больше таких полей нету Сейчас Артож до Мишки доедем В принципе Время без 26 Можем, в принципе, и Что-нибудь жевнуть полезного И передохнуть Фу-фу-фу Чай попить? Чай попить? Ну, в принципе, время позволяет Ну, что такой грязный Какой же чистил Не похоже, как ел Что ты врешь? Что ты врешь прям Чистил, говорит, культиватор Вон там они приедут, когда я Заделывать Там много ворота Там придется поджать Я сжег тоже На краю Собирал в кучу Раз-втори, чистый Я даже виллы с собой брал в том году Чтобы кучковать Прорывался в середину, где колеса Начинаем, будем Давай еще поужинаем Тем более, есть чем Разрешили так делать? Отпускала, отрублюсь Разрешили так делать? Я бы ему позвонил, говорит, ты себе в сторонке Ну, я понял Ну, сейчас по кусту отсеку По кусту Ну, да, можно А тебе может челноком ходить, без разницы Ну, я так и ходил, там, Олег, добивался Ну, да, и правильно Оно удобно Потом края уже отделаешь И даже можно после отделать края Потом очищаешь Потом уже делаешь Какой прочий поджечь? Нормально, смотрел? Держится, я буду Серёжа, да, подъехал сюда Кто? Серёжа смирался А, Серёжа смирался? Не, я подъехал, Серёжа стоял Я понял Сейчас заглушу, пожрать принесу Зачем-то мешай нам мусор привез, мог бы на своем поле оставить Ты не будешь чистить? Так попрёшь? Да, да Да за что ты меня Ты меня на что подписываешь Культиватор 800 тысяч стоит Ну ладно, здесь не сгорит Но всё равно колёса погорят Трактор продашь, отдохнай Не, трактор-то останется, я думаю Остальное себе оставишь Слушай, ну и солома короткая, блин У меня солома наматывалась, блин, по кругу аж нахрен Это он какой-нибудь крючок сделать мешк, чистик Ну вот завтра, я не хочу сегодня, я завтра сделаю Ну завтра уже не надо будет А? Завтра уже не надо будет А как на разницу сначала? Что был? Вот здесь Чё? Да, тут всё, туда шарики высыпались Да сегодня доходит Ничего им не будет Кстати, этот тросик смотрят, он намотается тебе на каток Уже, наверное Нет, не успел Хороший тросик, слушай С горем можно удавиться, если что С этими Силки Может быть Блин, Серега, Мишка, ну Серега тебе почистить, мне кажется, стоит Нет, сейчас увидим Ладно, поедем Что? Что? Раму? А, где варил? Ну всё, Мишка На сегодня работе закончена Подшебник сломан, рамка сломана Нет, я сейчас подниму, всё почищу Ну и само собой Помог, короче, нам Мишка, нифига он нам не помог Хотели ему прямо вот сейчас отдать Край, чтобы он какой-то напорной башне Челноком ходил Ну нет Не вышло Наши Наши Продолжение следует... 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 Продолжение следует...